друзья мои сегодня я хочу поделиться с вами рецептом огурчиков которые съедаются всегда первыми делаю этот рецепт уже тоже не первый год поэтому хочу поделиться и с вами значит предварительно огурчики я вымачиваю где-то 45 часов сниму степлички и вымачиваю холодной воде в обыкновенной банки я не стерилизую но если вы хотите то можно микроволновочки минутки по три с добавлением водички простерилизовать а значит на дно каждой баночки мы значит кладем по 0 5 чайной ложки половины чайной ложки горчицы и по 2 горошек а 2 горошек а черного перца дальше мы добавляем репчатый лук вот я вот так порезала на обыкновенные полукольчики и укладываем огурчики банки я взяла 0 65007 вот какие вот такие баночки да с винтовыми крышечками крышки предварительно а прокипятила пять минут укладываем огурчики и подготавливаем значит рассол либо маринад значит маринад сейчас я вам покажу что я туда положила поклала я в маринад маринад добавила на 1 литр воды укроп один зонтик с фрагментами вот с этими ножками а дальше вот этот лавровый листик один хрен но я вот большой хрен взяла и вот то есть на половинке у меня здесь два литра воды поэтому я вам говорю из расчета на 1 литр 2 штучки г гвоздички перец душистый 3 штучки лавровый лист я вам уже сказала соль 30 грамм и сахар 75 но вы знаете что столовой ложке соли у нас 30 грамм значит получается 1 столовая ложка на 1 литр воды сахара получается 3 столовых ложки значит уксус мы будем добавлять потом не сразу вот сейчас у нас маринад закипит и мы горячим маринад поварился минуток пять и сейчас горячим мы будем заливать огурчики ну а чтобы наши баночки не хлопнулись я уже говорила в прошлом видео что нужно под каждую баночку положить ножик и тогда наши баночки не хлопнутся заливаем горячим об доверху и выдерживаем 5-7 минут это первая наша выдержка затем мы сливаем баночки и выдерживаем 15 минут ставим на огонь кипятим и и добавляем уксус на 1 литр воды 80 миллилитров уксуса 9 процентного но кто любит поострее можно добавить и 100 миллилитров тут уже знаете на вкус и цвет баночки доверху выдерживаем первый раз 5-7 минут прикрываем крышечками 5 минут ждем так выдержали пять минут сливаем баночки ставим на огонь кипятим и выдерживаем 15 это сама маленькая 15 минут прошло рассол мы слили вновь в кастрюльку и теперь уже добавляем уксус 9 процентный на 1 литр воды 80 миллилитров ну соответственно если у меня здесь два литра значит 160 миллилитров добавляем уксус кто любит пасты и можно 100 миллилитров сейчас рассол доводим до кипения закрут вливаем в банки закручиваем и баночки переворачиваем берем дно что друзья залили закрыли крышечки перевернули вверх но обычно я под шубку до полного остывания вот так они у меня и стоят а вот это еще один из моих любимых рецептов это уже будет может быть следующем видео прекрасный рецепт очень хорошо хранятся огурчики обалденно хрустящие ой но это уже будет друзья следующем видео так что всего вам доброго но я с вами еще не прощаюсь еще мы с вами будем готовить ужин друзья мои с огурчиками мы разобрались а на ужин мы будем с вами готовить фаршированные кабачки я думаю что я никого не удивлю но все равно поделюсь как делаю это я оставайтесь со мной для начала мы подготавливаем лодочки берем вот такой средний кабачок но поскольку я одна мне хватит освобождаем мякоть аккуратненько ложечкой я вот так вот сделала надрезики и ложечка очень аккуратненько мягонько вынимает мякоть освобождаем и продолжаем дальше готовим начиночку берем фарш у кого какой у меня здесь наполовину лосятина и свинина специи любимые чесночок небольшая головка серединку какую мы от кабачков вынимали я чуть-чуть ее блендером перебила для сочности фарша специи любимые соль и заполняем наши лодочки забыла сказать что сюда фарша еще добавила обжаренный лучок такая получилась красотень подносик смазали растительным маслом сейчас я сюда порежу помидорки а сверху у меня сырок чеснок и сметанка ну или смесь сметана и майонез то есть сметана у меня жирная 22 процента маленько разбавлю майонезиком все сверху покрыть вам покажу а это пахнет уже вкусно чесночком таким духовочку я уже включила чтоб побыстрее не знаете немножко передумала сейчас в таком состоянии я при температуре 200 градусов поставлю минут на 20 духовку до полу готовности доведу а потом сделаю все остальное вот такой соус мы приготовили сейчас все мы перемешаем сметана майонез чесночок травки немножко перчика немножко карри все сейчас соединим и ой так пахнет вкусно и у нас получится прекрасный соус который пойдет на кабачки прошло 20 минут кабачки дошли у нас до полу готовности положила я кусочки помидорок и сейчас покрою вот этой нашим готовым соусом сырным прям вот так вот так вот так все покрою не жалею че да и будет вкуснятинка еще на глаз мы отправлю ну что друзья наш ужин готов такие ароматы стоят по кухне вы не представляете кабачок фарш помидорки сырок ай как вкусно друзья ну вот такая красота красота красоте а вкусно как я уже одну скушала вот и вашему вниманию предлагаю вторую половинку фарш сочный чесночок соус на этом я с вами друзья прощаюсь до новых встреч приходите всегда вас угощу и всегда рада друзьям до новых встреч